А вы будете добираться по книгам этого? Много-много-много дней И надо понимать, что это очень значительная экономия Потому что вас надо вывести на тот уровень, на котором сейчас идут дискуссии в философской науке в данном случае Чтобы вы не вынуждены были сами добираться Даже все книжки запаздывают по сравнению с состоянием науки Потому что пока эти книги дадут, все книги содержат подход-подход Там нет такой концентрации и так далее И тем более они не написаны непосредственно для тех, для кого читают В чем смысл лекции? Давать вам то, что именно неясно А если ясно, мы можем быстрее пройти, правильно? Зачем тогда? Я спрашиваю вас, вот замечаете, что я задаю вопросы? Но если я сразу верю, что это знаете, я на этом неясно, я пошел дальше И наоборот Вот в прошлый раз мы выяснили, что у нас вопрос о материализме и идеализме не решен Хотя он относится к самому началу Мы снова на этом остановились и систематически разобрались Так мы и будем делать Включено? Все включено Тема сегодняшней лекции «Общественное бытие» В прошлый раз мы разбирали вопросы о бытии и сознании, да? Что первичное, чем что вторичное А здесь вопрос стоит немножко по-другому Что такое общественное бытие? То есть бытие – это материя А общественное бытие? Вот общественное бытие – это вот Как обеспечивается Чем обеспечивается бытие? Бытие общества Бытие общества Обеспечится воспроизводством людей Раз Людей рожать надо и воспитывать Такая простая вещь Простая по форме выражения Если не будет новых поколений, не будет новых людей На этом история общества закончится И вам будет хорошо То есть не надо изучать Эта история прекратится И она только будет в истории Ну и людей не будет, которые будут изучать Потому что мы с вами тоже прекратимся И на этом все закончится Поэтому воспроизводство людей – раз И воспроизводство средств жизни для людей Материальных благ Правда? Для того, чтобы заниматься наукой, искусством Для того, чтобы заниматься критической критикой Водить экскурсии Водить экскурсии Читать, писать Что для этого нужно? Нужно иметь пищу Одежду и кровь над головой Как минимум Это, если мы возьмем и то и другое Производство людей и производство вещей Вместе, материальных благ Это будет производство Из производства непосредственной жизни Вот так Энгельс формулирует Я вам очень рекомендую Из-за краткости Из-за талантливости автора Вот работу Энгельса Всего такой толщины Которая называется Происходение семьи, частной собственности И государства Работа небольшая Блестяще написанная И она охватывает историю человечества С дикости И до капитализма Ну вот Что-то что-нибудь более короткое В котором была вот эта вся логическая связь И историческая связь представлена Ну просто чего нет в литературе Есть по любому разделу Вы можете найти такие вот шахолианты В которых вам будут подробности Разъяснять, что было в это время В этой стране Или в этом монастыре А вот так, чтобы Ретроспективу развития человечества Показать Это вот Крайняя редкость И я вам очень это советую Как такую литературу Которую легко прочитать Легко получить И эта картина у вас останется Как такая нить на всю жизнь Потому что все остальное Будет некоторым добавлением К этой картине И конкретизацией То есть это не будет что-то нового Вы не узнаете по сравнению с этим А вы узнаете более богатое содержание По сравнению с тем, что рассказано у Энгельса Более богатое Но если это более богатое разорвано Может быть Не связанное А у Энгельса это связано в виде звенителя В том числе и в отношении семьи Как преобразовывалась семья Какая была сначала семья Какая была полигамная Потом моногамная семья Как вот мы пришли к той семье Которая сейчас есть Ну и конечно В этой книге Показано Как изменилось соотношение Двух как бы вот этих моментов Производства непосредственной жизни На первых стадиях Решающим было Когда производство было Неразвитое материальных благ Средства производства были неразвиты К чему сводилось Производство средств Материальной жизни К собирательству Ходить надо было по лесам По джунглям И собирать орехи Коренья Ловить зверей и птиц Рыбу ловить Потом Научились уже копать Большие ямы И закрывать их Чтобы мамонт туда свалился А потом можно было бы Этого мамонта Всей общиной доедать Потом появился огонь И долго-долго развивалось Это материальное производство Пока оно не вышло на первое место По сравнению с производством людей Вот на сегодняшний день И начиная С эпохи рабовладения Определяющим в человеческой истории Стало не производство людей А производство материальных благ То есть не производство жизни Только в части производства людей А производство жизненных благ Жизненных средств Которое стало выполнять решающую роль И с того времени Нельзя сказать, что производство людей Ничего не значит Такого не может быть, правда? И кровнородственные отношения Играют большую роль до сих пор Вот мы сейчас начинаем рассуждать Вот там такие кланы Там такие кланы Там такие кланы Когда мы говорим Кланы это что? Это родство Когда мы говорим о Киргизии О Киргизии О событиях Допустим В Сирии В Ираке В России эта клановость Не очень развита Но родственные отношения Есть Одно время они даже были И в правительстве Два члена правительства Были муж и жена Сейчас уже такого нет Может оно и к счастью То есть Понятное дело Что Кровнородственные отношения Никуда не делись И если вы возьмете Наследование Экономических Единиц Богатства экономических То оно и какой формы Происходит Кровнородственному принципу От олигархов Богатство переходит К кому? К обществу? К способным людям? Нет А к кому они переходит? А к детям? А к каким? А к каким будут? Так? И скажем Вроде Вот В угол сиполитической Это полностью устранено Там нет никакой Династической линии Хотя И то мы имеем Вот скажем Возьмите вы Социалистическую страну Для пространства Социализма КНДР Ким Чен Ир Перед этим Ким Ир Сен И потом Внук Ким Чен Ын Ну Вроде бы так Ведь формальной стороны Там нигде Не записано Что преемником Должен быть Сын Или тем более Внук Да? А с фактической Ашмином Это наблюдаем Или мы наблюдаем Что товарищ Лукашенко Ездит даже на официальные приемы Со своим сыном Там где вообще-то ему В общем-то И не место Так ведь? Хороший человек Лукашенко Ну зачем он это делает? Ну вот вам пожалуйста Еще один пример Этого дела Ну для того, чтобы В этих вещах разбираться Мы должны хорошо знать Основные понятия Которые характеризует Общественное бытие То есть Основные понятия Которые характеризует Производство материальных благ Я думаю В производстве людей Вы сами разберетесь Тем более Тут у нас Большинство женщины Я думаю Что вы мне расскажете Подробнее Если надо будет На экзамене Как производятся люди А что касается Производства материальных благ Я вам расскажу Значит Лето нам надо разобраться В ключевых понятиях Этого общественного бытия Что такое Производство А чтобы рассказать о том Что такое производство Я возьму Более простое понятие Труд Кто может сказать Что такое труд Вы трудились? Трудились когда-нибудь? Трудились? Ну что родители точно трудятся Правильно? Значит Мы должны знать Что такое труд Ну и попробуйте сформулировать Но это вот Всегда непростая задача Одно дело Так сказать Видеть Приметь представление Другое дело Формулировать Почему У Гегеля говорится Что понять Значит выразить в понятиях Вот вы здесь изучаете Не для того Чтобы вы Как бы усвоили для себя А чтобы вы могли Это передать другому Правильно? И вообще Ваша специальность Вообще предполагает Что вы именно И будете передавать Именно и будете передавать Поэтому Чтобы передать Надо выразить в понятиях То есть не в том виде Как я усваиваю А в том виде Которым Можно передать Любому другому человеку Письменной Устной Какой угодно На форме Понятие труда Что такое труд? Опять Деятельность человека То есть я пришел И топором В вас ударил По затылку Это труд Но это деятельность человека Производство более сложной категории Давайте не будем Более сложной Не надо запугивать Мы дойдем до производства Давайте начнем Я специально простое взял Получение какого-то результата Это какой результат Точно будет Не хочется повторять Это о грустном Но результат Точно будет Я почему так Беру сразу Резкие примеры Чтобы сразу Отвернуть Такое вот Слово употребление Потому что У бандитов Деятельность есть? Есть Целесообразная деятельность? Целесообразная Он прежде чем Подумал С курточкой хорошей Он не просто так вот прибежал Курточка хорошая Так Ну как говорит Выходи Товарищ Из этой курточки Пока цел Товарищ выходит Курточка остается Какой-нибудь В общем-то И понятия у них есть Они по понятиям Но по своим живут Но у нас понятия другие Здесь Философские Так вот Чтобы вы с ними Не соединялись Я пытаюсь вас оторвать От этого преступного сообщества Чтобы вы О их языке не говорили Чтобы вот наши понятия Не подпали Понятия грабежа Убийства Насилия И так далее Труд Кто скажет? С применением сил Тогда тоже Родж А? Что-что? Это деятельность Направленная На создание материальных благ Да Деятельность Направленная На создание материальных благ Ну я думаю Вполне приемлемое Да Понятие труда Деятельность Деятельность Направленная На создание материальных благ Духовных благ У меня Вот я тружусь Духовных Духовных То есть я под понятие труда В вашем смысле Не подпадаю Да не торопитесь вы Отказываться Ваше определение Совпадает С определением Адама Смита И ваше определение Совпадает С определением Карла Маркса Потому что Карл Маркс Вот труд В точном Политико-экономическом смысле Это и есть Деятельность Направленная На создание Материальных благ Только ты А бы одно слово Добавил Непосредственно Направленное Допустим Я вот вам Расскажу А вы потом Будете работать И больше сделаете Так Допустим Если я инженер Или организатор Производства Моя деятельность Тоже направлена Она умственная Деятельность Это духовный труд Но он направлен На организацию Производства И на организацию Вашего труда И вы Благодаря моим Советам и указаниям Больше сделаете И у вас выше будет Производительность труда Но у меня Она непосредственно Не направлена На производство Материальных благ А у вас непосредственно Вы копаете А я вам рассказываю Как копать И где копать И как копать Чтобы в итоге У нас получилось Не канал Какая-нибудь А канал А это, как вы понимаете, чтобы делать каналы, шлюзы сделать, надо знать, что и как копать, и в каких размерах и объемах, чтобы получилась гидротехническая система. И я тогда выступаю как организатор вашего труда, а вы как человек, который непосредственно трудится. Поэтому есть материально-производительный труд, который состоит в том, чтобы непосредственно создавать материальные блага. Эта деятельность направлена, непосредственно направлена на создание материальных благ. А деятельность инженеров, управленцев, менеджеров, организаторов производства направлена на что? Тоже может быть направлена на создание материальных благ, но непосредственно они сами материальные блага не создают. Если я директор завода, сам я ничего не создам. Но и без меня вы ничего такого путного не создадите. То есть это вот у У нас получается некий симбиоз, поэтому труд можно понимать в широком смысле, как деятельность направленную, как общественно полезную деятельность, и в узком смысле, как труд, непосредственным, основным результатом которого является материальное благо. Как деятельность, деятельность непосредственным, непосредственным, где самое главное в этом слове, и основным результатом является материальное благо. А что значит непосредственным? То есть непосредственно, нет никакого средства между мной и продуктом, не стоит другой человек, а только средство производства. Вот если между работником и продуктом, кроме средства производства, средство производства – это какая-то часть природы, которая используется для преобразования природы. И эта часть природы преобразована уже человеком, а человечная природа – это тоже природа. Правильно? И вот это средство используется для осуществления труда. Вот труд, может быть, на необитаемом острове, куда попали Робинзон вместе со своим Пятницей. Они взяли, могут копать, могут сажать и выращивать. Если есть семена, они могут их бросить в землю и вырастать. А можно сказать, что там у них развернулось производство? Не сильно, да, производство? Вот труд еще у Маркса определяется более подробно, но, в общем, сводится к этому же определению. Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот такая красивая бюро. Труд есть обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, хорошее определение. Оно совершенно никак не противоречит тому, что вы сказали, правда? Это просто раскрывает, что значит деятельность по созданию материальных блок. Так, а вот теперь давайте займемся пояснением того, а что такое материальное производство или просто производство в узком смысле. Не в том смысле, что каждый что-нибудь производит, пузыри, допустим. Идет иногда, вот некоторые по улице идут и жвачку, и производят пузыри. Это мы не имеем в виду. Мы имеем в виду, что производство материальных благ. Что это такое? Кто может сказать? Труд мы уже сказали. А теперь надо сказать, что такое производство. Процесс создания материального блага. А это вы уже говорили. Это у вас труд. Второй раз вам не удастся выдать это. Второе. Одно и... Нет, труд это деятельность направленная, а производство это процесс создания. Процесс создания. Процесс создания. Ну, что вы там добавили к этому? Деятельность, что не во времени, она растет, что не процесс. Деятельность тоже процесс. То есть даже вы как-то его вкармале немножко, и получился труд без субъекта. А тут... Раз деятельность, то тут человек есть. А в процессе вроде человека нет уже. Что, без людей, что ли? Безлюдная у вас технология предполагает. Этого процесса. Вот процесс создания материальных благ. Можно считать, что растет дикая вишня. Идет процесс производства, да? Это процесс производства? Нет. Наверное, когда просто вишня растет, а вы мимо шли и сорвали, и съели. Такая-то что, вы тут собирали, а тут вы занимались производством? Нет. Это производство? Да нет, это растет вишня дикая, и все. А процесс налицо. Создается материальный благо. Вот так вот, как-то так вот, отстраненно это сделали. То есть это не похоже на общественное. Мы же говорим об общественном производстве, правильно? Это имеется в виду. Ну, давайте мы запишем определение производства общественного, а потом разберем. Производство есть процесс. Одно слово. Это слово вы правильно взяли. Производство есть процесс присвоения. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Процесс присвоения предметов природы. В рамках производства есть процесс присвоения предметов природы. В рамках определенной формы общества. в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Что нам нужно сделать? Нам нужно в этом понятии производства разобрать все слова, чтобы мы понимали все, что здесь говорится. Вот вы сказали процесс. Что такое процесс? Что такое процесс? Тут сразу вспоминаю, что процесс пошел, а что? А что пошло? Что такое процесс? Обязательно деятельность, а если не деятельность, что бываете в процессе не деятельности, например. Процесс кристаллизации может быть, это не деятельность. То есть процесс это определение, которое не обязательно относится к деятельности. Деятельность – процесс, но не всякий процесс, деятельность, правильно? Что такое процесс? Просто само движение – это процесс. К результату. Ну, это близко, конечно, уже к этому. Это движение, какое-то движение, да? Это процесс. То есть движение во времени надо брать. Если вы движение вневременное берете, как вот мы с вами рассматривали переход бытия в ничто и ничто в бытие, он же вневременной переход. Это логический переход, там нет движения. То есть нет там процесса, а у движения есть. Или в сказках есть такое, помните, как различные, так сказать, молодые люди добивались руки царевны. Как они добивались? Им предлагали решить задачу. И одна из задач была такая, что быстрее всего. Что быстрее всего? И вот один все-таки претендент решил задачу – быстрее всего мысль. Почему быстрее? Мы можем сказать, как сравнить со скоростью света? Нет. Вот то, что мы с вами рассматривали, переход бытия в ничто. Если вы берете бытие, оно тоже и переходит. Нет никакого тут времени. Оно сразу переходит, без всякого времени. А ничто? Оно тоже и переходит. Оно и есть только как переходящее. Поэтому его нельзя рассматривать как процесс. Если рассматривать, можно и как процесс рассматривать. Это уже будет конкретное бытие и конкретное ничто. А абстрактное бытие и абстрактное ничто, они переходят друг в друга, так сказать, вневременно, логически. Ну вот теперь, значит, как можно определить процесс, как изменение во времени. Изменение происходит, если во времени. Это процесс. Все согласны с этим? А как вы еще понимаете процесс? Изменение во времени. Дальше идем. Значит, процесс, присвоение предметов природа. Присвоение, что такое? Ну вы должны, вот к вас спросят, а что такое присвоение? Вот вы будете что-то рассказывать, рассказывать, сейчас послушать, то сказать, а вот вы сказали присвоение. А что такое присвоение? Это вот был такой анекдот, как один лектор приехал в горное село и считал лекцию про различные религиозные программы компьютерные. Сидят в аксакалах, в шапках, слушают внимательно, потом их самый главный аксакал, самый старший, встает и говорит, ну, спасибо, это мы все прослушали. Вот, ну надо вопрос задать. Ну это понятно про эти программы. А вот скажи, мил человек, как варенье в подушечки закладывают? И лектор посыпался. Вот вы не должны быть в положении такого лектора, то скажут, а что такое присвоение? И скажут, ну, чего вы спрашиваете? И все. Что такое присвоение? Скажите. Вы сидели, в университетах учились? Учились. В Санкт-Петербургских учились в университетах? Что такое присвоение? Что? Вы как-то не понимаете, что это такое? Не, не, не надо. Не, не понимаете понять, это выразить в понятиях. Вот будет, можно будет сказать, что вы понимаете с того момента, когда выразить в понятиях. А так вы чувствуете, вот, чувство, а нам нужно понимание. Вот оно, вот оно вертится на языке. Вот, 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 вот. А что это такое присвоение? Ну, вот представьте себе ситуацию. У кого-нибудь есть что-нибудь съедобное? Нету, да? Вот все, обнищал студент полностью. И денег нет уже, и еды никакой нет. Ну, ладно, худеет, короче говоря. Главное, не до последней степени похудеть. Значит, ну, вот представьте себе, вот я иду, иду в магазин, а не без продавцов сейчас. Беру батон, плоду подмышку и выхожу из магазина. Присвоил я его? Незаконно. Что? Ну, получается, он как сворывает. Мне это не волнует. Я присвоил или нет? Чего вы мне забиваете голову другими категориями? Мне одну-то никак к идее не понять. Если ко мне присвоил, то скажут, я изучаю такое присвоение. Как? Вот и все, я отмажусь. Мне дали задание в университете, я студент. Я изучаю такое присвоение. Они отшатнутся в ужасе и уйдут. Присвоил. Присвоил? Присвоил. Дайте ручку вашу. Пожалуйста, конечно. Ну вот. Сейчас я присвоил или нет? Нет. Почему это вы думаете? Что я не присвоил? Почему это вы думаете? Что я не присвоил? А теперь присвоил. А вот по-настоящему присвоил. А можно ли у вас обходить на уголочке пописать? А? Можно вот здесь ныли на полях? Вот какое-нибудь местечко там, сантиметр вот здесь вот. Я распишусь. Можно вот так? О, на память. Все видели, что я превратил этот вот предмет. Это ваш предмет? Да. Был? Да, это ваш. Вот видите, она. Понимаю. Я его превратил в процесс своей жизнедеятельности. Все видели, что я писал? Я писал. Она не писала, а я писал. То есть я превратил этот предмет в процесс своей жизнедеятельности. Если бы это было не... Я попросил вас что-нибудь съеду, но у вас ничего нет, только ручки. Дали бы мне яблочко, я бы яблочко сейчас отгрыз. И тоже бы превратил его в процесс своей жизнедеятельности. Правильно? А если у вас что-нибудь красивое было, я бы взял и тоже превратил бы в процесс. То есть присвоение превращения в процесс жизнедеятельности. Ну а если это касается предметов потребления, таких как питание, допустим, то я бы сначала присвоил, то есть превратил в процесс жизнедеятельности, а потом бы усвоил. Это разные категории. Присвоите и усвоите. Яблочко уже мое, я раз у вас, яблочко. А теперь я вышел там, только вышли, я сразу доставил яблочко. И все в порядке. Вот присвоение, это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Хорошее определение. Понятно? Никто не знает таких определений. Вы сразу, вот вы начнете так говорить, все вас сразу считают за умных людей. Потому что скажут, ничего себе у них какая наука фундаментальная. Никто не мог выразить, а мы смогли. Вы теперь сможете так сказать? Вы идите и скажем. Присвоение это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Нам нужно так солидно сказать, правда? Солидно не так, как я говорил, а вот сейчас. Присвоение это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Знайте, люди. Вот так нас учили в университете. Так. Процесс присвоения предметов природы. Ну, это вы знаете, что такое предмет природы? Знаете или нет? Не знаете? Правильно. Не знаете. Почему? Потому что вот эти кресла, это предмет природы или нет? Что? Не слышу. Давайте что-нибудь уж одно. Да или нет? Да. Какой предмет природы? Дерево. А? Какой это предмет природы? Ну что, рыба, кошка, дерево. А? Дерево. Что? Дерево. Да какое дерево? Установите сюда. Железо родное сплошное почти. Дерево. Что вы, железо с дерева не можете? Перепутали. Какой предмет природы? Можно я скажу? Да. А человеченный? Ну, человек уже этого природы, он это и поработал. Ну, это тоже вот можно так говорить. А человеченный предмет природы. Вы чувствуете, как вы будете вот выступать? Вы же должны выступать, чтобы все люди поняли, что тут наука университет у нас настоящая. Мы так просто слова не бросаем на ветер. Мы еще знаем, что они означают. Вы, когда будете людям рассказывать, вы будете означать, что означают те слова, которые вы употребляете. Правильно? Это правильный подход. Что вот, с чем я могу вам помочь? Чтобы то, что вы говорили, было не пустым звоном, а имело, за каждым словом стояло соответствующее содержание. А человечная природа. Вообще у нас девственной природы, которая, вот, не тронута человеком почти, очень мало осталось на земле. Правда? И в Антарктиде ходят, так сказать, пингвинчики. Так. И там всякие станции. И они сталкиваются уже с людьми. Ну, вот, к счастью, они и с такими людьми, которые тут же из них готовят суп из этих пингвинов. Поэтому, именно поэтому пингвины и не боятся людей, потому что их, вот, в отличие от всех других животных, не преследовали, не зажаривали тут же немедленно, а охраняют пока. Ну, вот, по мере того, как там будут появляться, кроме ученых, еще и другие люди, можно будет не удивляться, если вдруг пингвины начнут пропадать. Вы не помните, у нас время было, когда в леса Ленинградской области запустили лосей, огромное количество их было. И вы гуляете по лесу, и можете встретить лосихусы с двумя там лосятами. И они мирно, значит, сжевали тут листву, и грызли кору в деревьях, мимо проходили. У меня был такой случай, что я ехал из леса, где я выходил за грибами, с десятого километра в районе Горской. И дорогу переходил лосей. Он так безразлично ко мне относился, что мне пришлось затормозить, потому что иначе я бы в него врезался. Не обращал, ну, едет и едет, а он идет и идет. Кто важнее? Он считал, что у него масса большего, он важнее. Никаких случаев нападения лосей на людей не замечено, а вот случаи нападения людей на лосей замечены. Их потом съели в годы пересурки, всех почти лосей съели. И нету этих лосей. А так вот я увидел лося, который переплывал в Неву с этим огромными рогами. Плывет в районе кирпичного завода Красная Звезда, где у меня деле работал каталем на кирпичном заводе. Сейчас такого не увидишь. Вот, то есть природа у нас очеловеченная, а человек по-разному себя ведет, как вы понимаете. Скажем, ну, выйдите на берег прекрасного озера Красавица и найдете много консервных банок. Это человечная природа. А можно наоборот, так сказать, увидеть там, где были какие-то гнилье и гореломы, там наведен какой-то порядок. А человечная природа еще и подчеркивает красоту этой самой природы. Вот, это нам тоже нужно знать. Процесс присвоения предметов природы. То есть предметы природы у нас все больше и больше очеловеченные, конечно, окружены. В рамках определенной формы общества. Когда вы говорили о труде, вы об этом молчали. Правильно? То есть, вот это отличие производства от труда в рамках определенной формы общества. А когда я копаю, мне все равно, когда я, как что у вас там, феодализм, капитализм, коммунизм, первобытно-общинный строительство. Канаву я рою, канаву. Деятельность по созданию материальных благ. То есть, она абстрагируется от общественной формы производства. Труд, когда мы говорим об определении труда, то мы молчим об общественной форме производства. А когда мы говорим о производстве, мы не только не молчим, а мы включаем это в определение. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть, через эти отношения общественные осуществляется производство. Вот что такое общественное производство. Вопрос на усвоение. может быть так что труд не идет на производство идет труд не совершается а производство идет и идет для меня как может такой быть не может не может не может вам не знакомо такое понятие как азимы азимы вам знакомы азимы когда сажает все примерно в октябре да ну и что сейчас с этими азимами умерли или растут у нас производства идет а труд идет труд идет труд идет труд идет по производства либо нет а когда будет труд они еще будут расти сколько вот эти азимы а дальше чтобы сейчас будет вот сейчас ставится идет сне они быстро вырастут пока еще там люди яровые не посядет до тех пор пока не устоится земля потому что сейчас технику нельзя будет выводить на поля потому что она завязнет там а зимой все растут и растут и растут и растут производство идет это наше производство общественное и уж посадили мы люди посадили у них не сами выросли у нас вы видели какую-нибудь дикую пшеницу или дикую рожь они едят и она просто выросла из отдельно брошенных семян вообще дикой пшеницы уже нету это все культурные сорта это все продукт деятельности человека общественного производства и вот да куда коли это будет роста совершаться а когда вы что вы собираетесь делать с этой пшеницей азимой поливаете я что ли и поливает хочу делать а да редко когда я в поле нам где-то да редко так вот что может быть это вот сейчас вот весной пролетят на вертолете и посмотрят нет ли где проплешин то есть там где было мало снега то там что получилось там не взошли они или погибли азимы что нужно делать пересевать эти участки и эти участки и засевать уже их как яровые правильно а так вот до какого момента вы не будете никакой это движение со а вы не собираетесь уже готовиться к тому чтобы решить а кто будет убирать эти азимы сейчас не это не решается вопрос а какая будет цена на горючие смазочные материалы а вы не замечаете что вот такие вот сейчас наступает такой момент когда начали трепенется правительстве скажет что будет повышать цены на горючие смазочные материалы посевное будет иметь дело с законом а закон не разрешает посевное повышать цены на горючие смазочные материалы а договора надо заключить с теми организациями которые будут убирать а кто будет убирать вы вручную быть выбирать кокосами или серпом техника и так техника в чей-то собственность как вы собираетесь она так вот что так вот сама и придет или вам надо будет организовать уборку надо организовать эту уборку то есть вот это посредством нее это называется когда мы говорим процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества какая форма общества буржуазные у нас производства разбуржуазные значит у нас нет никакой государственной техники почти это будет какая-то частная какие-то фирмы будут убирать которые придут и уберут допустим уберут сначала южные культуры потом они же будут вам убирать не на юге а в средней части россии а потом и на север поедут а потому что они свободны же целые там компании которые могут заниматься только уборкой они уберут но вы наверное водители это сами наймете или нас его должны брать водители зачем вот водители которые будут переводить за зерно и собственно его направлять в колосники чтобы она там уже хранилась а потом вы это зерно будете молоть вручную будем молоть или на ветряных мельницах нет за счет этот процесс а посмотрите что тут еще пока рука не не касается этого после осели вручную так лукошком или у вас селки так все ведь это все весь процесс пока вот идет и используется средство производства ищение рука не касается этого самого верно а потом вы когда будете выпекать там тоже хлебозаводы там как вы думаете там вручную выпекаете ли там тоже есть к соответствующей технику которая приспособлена для выпекания хлеба для выпечки хлеба то есть вот такой процесс присвоения предметов природы вам определенной формы общества последствия тут труд один раз поселили и потом собрали и все с этим зерном мы потом особо его присвоить дальше то есть мы перерабатываем зерно в муку муку перерабатываем хлеб а хлеб мы не только присваиваем но еще и усваиваем а зерном они усваиваем но можно купить зерно в магазине прорастить его и есть раски пшеницы это полезно так вот а если другой пример того когда как производство идет а труд не идет вот производство вина как надо собрать виноград но это пока не машинами собирает это труд применяется этого собрали виноград потом виноград нужно сложить большие чаны и выпить из него сок не видел как выдавливает говорят что женщины молодые девушки ногами выдавливает этот сок никто не видел нет не подскажет я не видел но слышал читал получается сусло то есть вот из этого сока который или продукт выдавливания можно сделать или сок или вино ну сок оставляем в стороне пусть его там сейчас сейчас производство дальнейшее производство состоит в том чтобы разбавить этот сок добавить туда сахар зачем-то и лимонной кислотой обязательно обязательно который как известно химическим путем получает и вот некоторые считают что они не сделали работу пока они туда не добавили лимонной кислоты особенно когда это варенье из клюквы клюквы видимо и кажется им недостаточно кислая они там регулятор кислотности пастута клюкву в эту лимон лимонную кислоту который химически изготавливается вот но мы раз проследим за дорогой за путем движения от этого сусла превращение в вино вот она бродит и в процессе брожения получается молодого вино молодой вино куда заливать в дубовые бочки и кладут в погреб и там она выдерживается что у вас в чем состоит труд когда вино выдерживает весь труд состоит том что трудно не выпить поэтому значит это вино оценивается очень высоко в зависимости от того сколько лет выдержки вот представляете допустим вино 11-летней выдержки ходили мимо него мужики и 11 лет и так они выпили какая в нем заключена сила я думаю надо продавать и по очень высокой цене такая в нем сила воли сколько мужчина стояла и смотрела там мучились и не все-таки устояли если бы не устояли это биноба не было сейчас его так что вот цена должна быть очень высокой даже это считается что даже низкая цена за такое да подарить вот вам пример от в это время труд идет нет а производство вина то у вас было вино четырехлетней выдержки потом пятилетней выдержки и наконец 11-летние выдержки представляете или коньяки там трехлетние выдержки или пятилетние выдержки ниже разница поэтому вот на тот вопрос который я вам задал как первый такой был ответ что не бывает придется так что она вышла производство нет тем более что не забывайте что производство совершается не только человеком но в этом процессе производства участки силы природы солнце участвовать нет через хозяйственном производстве участвует солнце участвует ну так сказать воздух воздух тоже участник этому производства в россии не все дышат Правда? И все животные дышат. И так далее. Ну вот, в итоге мы получили такое определение производства, которое, на запомнись, его редко вы где встретите. Потому что, вот, говорят, производство, экономика. А что это такое? Что это такое? Вот общественное производство – это производство, процесс производства предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так. Ну, а кто производит? А люди производят, вооруженные чем? Какими-то предметами природы, очеловеченными. Как называются вот эти очеловеченные предметы природы, которые человек ставит между собой результатом производства? Как они называются? Средства производства. Средства производства. А средства от слова «средний член». Чтобы вот не запоминать, только не отягощать свою память. Не превращать ее в хранилище каких-то непонятных вещей. А, ну, средний член ставится между серединами. Средства производства. Значит, в качестве средства производства выступают какие-то орудия или машины, которые поэтому называются средствами производства. Раз это то средство, с помощью которого производят. Средства производства. А человек, вооруженный средством производства, как называется? Он называется рабочим. Рабочим. А в более широком смысле трудящийся, если мы труд берем не в узком политэкономическом смысле, а в более широком, но когда речь идет о использовании средств производства, это труд в узком смысле. Он непосредственно производит материальный благ. Например, летчик грузового самолета. Мы не спрашиваем, какое у него образование. Скорее всего, высшее. Правда? Летчик грузового самолета. Но между ним и продуктом никакой второй человек не верит. Вот продукт лежал вот здесь на земле, а теперь он лежит в другом месте на земле. Переверз его, летчик. С помощью самолета. Самолет – это средство производства. А что произведено? А произведено, вот представьте себе, смотрите на землю. Вот здесь на земле стоял вот этот груз. Серьез теперь вот здесь стоит. Земля изменилась, преобразована земля. Природа преобразовалась. Процесс присвоения предметов природы. Присвоили, сделали так, как нам надо. Как мы хотели. С помощью средств производства. А тот, кто это делает, кто? Это главная производительная сила. Главная производительная сила всего человечества – это рабочий и трудящийся. Вот что она там. Главная производительная сила. То есть все эти средства производства мертвы, без субъекта производства. Субъект производства – это человек рабочий и трудящийся. А над чем он трудится? То, что он перерабатывает, что он рассматривает в качестве предмета своей деятельности – это предмет труда или предмет производства. То, на что направлено здесь предмет. Это тот виноград, это тот предмет, из которого делается вино, или виноградный сок, предмет труда. Поэтому в процессе производства участвуют средства производства, предмет производства или предмет труда. И главная производительная сила – рабочий или работник. Обычно мы не называем крестьян, они ведь материально-производительные работники, но мы их рабочими не называем. Рабочий в сельском хозяйстве – это батрак. А для того, чтобы производить, поскольку производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества, то есть для того, чтобы производить, необходимо вступать в объективные, людей независящие отношения. Вот эти отношения, в которые необходимо вступать, чтобы производить, называются производственными отношениями, или экономическими отношениями, это синонимы – производственные отношения. Вот если вы возьмете производительные силы вместе с производственными отношениями, это будет способ производства. производительные силы вместе с производственными отношениями это способ производства производительные силы состоят из работников и средств производства вот составные один субъективная сторона производительных сил человек работник человек рабочий и объективная сторона производительных сил это средства производства человечная природа посредством которого производит в итоге вы получаете что производительные силы вместе с соответствующими производственными отношениями образует способ производства способ производства то какие складываются производственные отношения находятся в прямой зависимости от уровня и характера развития производительных сил но это вот изменение формы производства то есть изменение производственных отношений она происходит не не при время а скачками поэтому всего в исторически имеется сложилось пять способов производства первобытно общинно коммунистический способ производства первобытно общинные коммунистический способ производства затем рабовладельческий способ производства а во владельщике способ производства затем я дальний способ производства и наконец буржуазный способ производства и коммунистический способ производства буржуазный или капиталистический способ производства и коммунистический способ производства вот что про вот этот способ производства по производства этот способ производства это бытие общества или общественное бытие вот способ производства это и есть общественное бытие вот то что мы сейчас с вами записали рассмотрели это и есть общественное бытие что мы знаем про общественное бытие мы знаем про бытие и сознание в прошлый раз мы на этом останавливались что бытие первичное а сознание вторичное это и исторически верно и это верно в смысле того что сознание есть отражение бытия вот заслуга маркса и энгельса великая заслуга маркса и энгельса состоит в том что они мы смогли диалектические переработанные материалами фир баха и элитетический материалистым тем самым применить к исследования истории обществу и вот материализм диалектический применены к истории общества дам исторический материализм основная посылка историческим материализма звучит так. Общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Не сознание определяет общественное бытие, а общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, я думаю, все понимают, что имеется и обратное влияние общественного сознания на общественное бытие. правильно? То есть речь не идёт о том, что они не взаимодействуют, они взаимодействуют между собой, общественное бытие влияет на общественное сознание, общественное сознание влияет на общественное бытие, и некоторые люди на этого останавливаются, говорят, ну друг на друг влияет, все, мы разобрали, ничего вы не разобрали, потому что при этом взаимовлияние определяющим в этом взаимодействия является общественное бытие. От развития общественного бытия в первую очередь и зависит форма общественного сознания и развитие этих форм. И в этом состоит материализм, примененный к истории или исторический материализм. Вот если кто-нибудь, мы в прошлый раз изучали материализм и идеализм. А если идеалист будет применять к истории свои взгляды, что у него получится? Какой идеализм? Если материализм, примененный к истории, дает исторический материализм, то идеализм, примененный к истории, дает исторический идеализм. То есть вот люди, которые для себя один раз решили, они идеалисты или материалисты. Если они решили, что они материалисты, то они вынуждены дальше следовать тому, что они тогда применительно к истории выступают как исторические материалисты. А если они для себя решили, что они идеалисты, можно выбрать, или вы на иолистическую точку зрения стоите, или на материалистическую, тогда они должны сказать, что они исторические идеалисты. И метод у них исторический идеализм. Вот я вам докладываю, как профессор Института философии нашего университета, что у нас много очень идеалистов, которые разрабатывают идеалистические философские концепции. Но я не видел ни одного человека, я даже их прямо призывал, который мог бы выйти и сказать, что я исторический идеалист. Видели такого? Вот я видел, что я могу выйти и сказать, что я, основываясь на позициях материализма, применяю этот материализм к истории, моя позиция – исторический материализм. Выбор не богат – либо исторический материализм, либо исторический идеализм. Если вы не исторический материалист, то вы исторический идеалист. Но выйдите и скажите, я исторический идеалист. Нет, я таких людей не видел. То есть, какой-то стыдливый. Видимо, люди, которые стыдятся того, они, наверное, понимают, что с точки зрения идеалистической объяснить историю не удается. Потому что это не удалось даже Гегелю сделать. Потому что его работа, которая называется «Лекция по философии истории», она очень интересна с точки зрения богатства, примеров исторических, изложения того, какие были войны, революции, походы и так далее. Но с точки зрения доказательств того, что идея всем ходом истории управляла, никакого доказательства нет. Это голое утверждение. Вот идея руководила монархами, она руководила балководцами, она всеми руководила, и вот эта реализованная идея и есть история. Вы как собираетесь излагать историю, что была у нас такая идея, в мире есть идея? Ну, если это исторический идеалист, а если речь идет о сторонниках религии, тогда уже это по-другому. Тогда, раз это религия, это не очищенная, а раз она не очищенная, она всегда связана с какими-то историческими и национальными особенностями. Это либо какая-нибудь религия характерна для какого-то народа, или для большинства этого народа, или это христианство. Тогда, значит, нам есть Святая Троица, и вот есть Бог, Он же в трех лицах един, Он вот нами руководит. Если что, у вас вот вы не знаете это какого-то определения, то вы его узнаете, потому что на все есть Божий промысел. А если вам трудно, то с Божьей помощью экзамены вы сдадите. Ну, если вы сдадите экзамен, то не без Божьей помощи же вы его сдали. А как бы вы его иначе сдали? Был такой математик известный, Леонард Тейлер, который, так сказать, не русский по национальности, но он работал в России. И поэтому, считаясь русским математиком, который говорил, вот так же статью написал о свободе духа, говорит, ну, вот Бог, Он так вот все устроил, чтобы Он не мешал нам творить, ученым. Мы должны, когда делаем эксперименты или разрабатываем какие-нибудь теории, мы должны на себя рассчитывать, а не перекладывать свою ношу на Бога. Вот, поэтому Он нас в дух не сковывает, мы должны, ну, мы должны все сделать и, так сказать, с Божьей помощью получить хорошие научные результаты. А в чем Божья помощь? Ну, в том, что Он говорит, что вот если мы что-то сделали хорошее, значит, с Божьей помощью. А если у вас ничего не получилось, значит, Бог вам не помог. Ну, вот с Божьей помощью, я думаю, вы сдадите экзамен. Это идеалистическая трактовка. Но я еще раз повторяю, что если перечислять, вот, скажем, с кого больше там в Институте философии идеалистов или материалистов, я думаю, идеалистов больше. Но я ни одного не видел, который бы сказал, что я исторический идеалист. Нет таких. Поэтому, по сути дела, когда дело доходит до каких-то крупных, серьезных разработок, имеющих какое-нибудь народно-хозяйственное или историческое значение, единственным методом, который сегодня может дать серьезные результаты, является исторический материализм, который объясняет то, что происходит. А Гегель вот напрямую пробовал воспользоваться идеалектикой, чтобы объяснить право, и у меня ничего не получилось. Вот есть такая философия права у Гегеля, что, дескать, вот идея, она установила правовые нормы. И это, так сказать, в итоге привело ее к тому, что вот те правовые нормы, которые были в Пруссии, в этом буржуазном прусском государстве, это и есть верх вообще права. И вот это прусское государство – это идеал вообще государства. Вот к таким реакционным выводам пришел Гегель, когда он попытался напрямую, минуя исторический материализм, вообще минуя его, а он никак не мог это делать по-другому, потому что он идеалист и последовательный. Ничего у него не получилось. И вот Маркс написал, написал критику, критику гегельской философии права, и раскритиковал полностью эту концепцию Гегеля. То есть великий Гегель, который разработал великую диалектику, поскольку он не дошел до исторического материализма, не мог объяснить историю. Не смог, удовлетворительным образом. Ну а кто невеликий, тем более не сможет объяснить. Поэтому единственная дорога, по которой можно идти, успех получить, это дорога исторического материализма. Что гласит основная посылка исторического материализма? Основная посылка исторического материализма гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Это основная посылка исторического материализма. По-другому она может, эта же мысль выражена так, что в обществе господствуют всякий раз мысли, в классовом обществе господствуют мысли господствующего класса. Ну сегодня это как бы очевидно, или самоочевидно, или прозрачно довольно, потому что кто может определить сознание общества? Те, у кого в руках есть инструменты влияния на общественное сознание. Главные инструменты какие у нас влияния? Вот, скажем, телевидение. Это в руках трудящихся классов или в руках господствующего класса, телевидение. Оно же государственное, государство машину доносили в интересы господствующего класса. Оно в руках этого государства. Я хочу узнать, кто победит на выборах. Вот если у нас вообще, какое у нас производство? Какой способ производства у нас сейчас? Буржуазный. Кто победит на выборах? Какой класс? Рабочий класс или буржуазия? Буржуазия и победит. Какие-то есть сомнения? Нет. Поэтому мы вот, скажем, с вами в результате этого анализа можем предсказать уже итоги выборов. Мы с вами спокойны. Мы уверены, что, так сказать, буржуазные партии победят. Или вы не уверены? Уверены. И я уверен. А вы? И вы уверены. Есть кто, не уверен? Есть люди, которые думают, что они выиграют. Вот, скажем, довольно веселые. Веселые представляются позиции КПРФ. Мы, говорит, пойдем на выборы. КПРФ. И что? И как они там получат? Большинство или меньшинство? КПРФ. Ну, они, строго говоря, какая партия является? Какого класса? Да вот как вот оценивается? Во-первых, они сами это не заявляют. Во-вторых, во-вторых, оценивают партии не по названиям. Например, вот в той же нашей России, перед революцией, какая партия имела более революционное название, чем у РСДРПБ? Ну, что такое РСДРПБ? Ну, ничего тут такого революционного нет. А были социалисты-революционеры. Да? Ну, а кто взял власть? Социалисты-революционеры или РСДРПБ? РСДРПБ. Поэтому вот написано коммунистическое. У нас еще есть партии коммунистов России. Есть еще там другие всякие партии с такими похожими. ОКП, Объединенная Коммунистическая Партия и так далее. Они как собираются получить власть? Они собираются для рабочего класса власть или для партии? Для партии. Однозначно. Для партии, дескать, давайте, вот голосуйте за нас, и вы придете к власти. Но вы придете к власти. Ну, и как вы думаете, значит, они поддерживают, если мы посмотрим за программой КПП, РФ и за деятельностью КПРФ, они поддерживают. А! Рабочих, трудящихся и мелкий бизнес. Все время плачут, как надо поддержать мелкий бизнес. Ну, какая партия, как называется партия, которая поддерживает мелкий бизнес? Мелкий бизнес – это же трудящиеся все. Их очень много. И вот КПРФ выражает их интересы. И рабочий класс трудящиеся, и мелкий бизнес трудящиеся, мелкобуржуазие трудящиеся. Вот всех, кто не эксплуататор, и она всех выражает интересы. Ну, это какая партия? Мелкобуржуазные. Но она не пишет на знамения, что она мелкобуржуазная. Мы же говорим, выясняем класс свою причину, а вангард какого класса? И какая судьба ее на выборах? Объясняю, какая у них судьба. Очень хорошее. Очень хорошее. У нас по закону о политических партиях за каждый полос, поданный на выборах за данную партию, платит государство 120 рублей. Вот если мы с вами идем на выборы в нашем партии, и мы с вами получили миллион голосов, меньшинство. Мы кроме этих голосов что еще получили? 120 миллионов рублей. А на дороге-то 220 миллионов рублей. Это и не валяется. Поэтому, как можно сказать, вот она проиграла. Ну, как сказать? Что значит проиграла? Ну, 120 миллионов, это мало, что ли? Причем эта вот сумма повышалась там от 5, 20, уже сейчас 120. Причем неважно, какие выборы. Президента выборы. Ну, скажем, с точки зрения, скажем, коммунистов, выбор президента был бы нонсенс считаться. Должен был бы, правда? Потому что коммунисты должны советы создавать, а не президентскую республику делать. Верно? И вот, так сказать, ну, на выборах президента, если получат миллион голосов, опять 120 миллионов в партийный фонд. Это государство выплачивает политическим партиям, зарегистрированным. Ну, а большинство, за кого проголосует? У нас есть группа партий тяжеловесов, каждая из которых является буржуазной. Единая Россия буржуазная партия? Да. Справедливая Россия. Она, правда, иногда критикует, как бы, единую, но не называет. Говорит, мы против жуликов и воров. А кто жулики и воры не называет? Вот я против жуликов, воров и тех, кто не сдает экзамены. Против кого я? Вот они против вас. Вы же еще не сдавали вообще. И не против вас. Я против жуликов, воров и тех, кто не занимается. Ну, вот такая. Видели, как они выступают все время? Но они никогда не говорят, что вот эта партия, это партия жуликов и воров. Единая Россия. Почему? Да потому что это их, так сказать, они близнецы. Потому что они все голосуют всегда заодно, по всем принципиальным вопросам. Если вы наблюдаете за деятельностью думских парсий, вы видите, что там ни по одному серьезному вопросу никаких разогласий нет. А еще есть ЛДПР. ЛДПР должна окучивать и всяких бандитов, и темных людей, которые, так сказать, вот тоже втягиваются в политику и которые тоже должны голосовать за буржуазию. Правильно? Ну и как вот, вы видите, как лидер ЛДПР и так выступает, и так выступает. А как голосует ЛДПР? ЛДПР как надо. Как надо, так и голосует. Вы видели разногласия в голосовании ЛДПР? Серьезные разногласия по серьезным вопросам ЛДПР и Единая Россия. Видели? Их нету. То есть у нас вот в Америке две партии, которые... Вам надоело республиканская партия? Голосуйте за демократов. Вам надоели демократы? Голосуйте за республиканцев. Тем более, что даже они уже и забыли, кто был за что. Вот кто был за рабовладение, а кто был против рабовладения во время войны за независимость в Соединенных Штатах Америки? Демократы против рабовладения? Нет. Нет. Демократы это были партии рабовладельцев. Да. Возьмите, зайдите, так сказать, в интернет и проверьте. Демократы это были партии рабовладельцев. Поэтому, ну сейчас это вот, они не сильно отличаются. Они в основном в палате представителей сидят большинство демократов в Конгрессе, большинство республиканцев, а политику они осуществляют совместно в интересах русской буржуазии или американской? Интересах американской буржуазии. Ну что тут такое удивительное? А если вот я собрал свой избирательный фонд вот столько, а вы собрались вот столько, кто победит на выборах? Я и ПСМ смогу победить. Вот Бабама сыграл, ему сдали, то есть на него ставку сделали. Сдали больше, чем Макейнова и выиграл Бабама. Ну что тут непонятно. У вас есть завод? У вас есть телевидение? Пароход есть у вас? Сейчас бы ездили по Неве и там рекламировали за кого голосовать. Ничего нет у вас. Ну что народ пошел такой студент. Когда придут сюда люди серьезные, и у вас ничего нет? Ну хоть страховая компания есть у вас какая-нибудь? Нет? Нет. А у вас банк нет? Банка? Я думал у вас банк есть. Ну вот остался у нас вот еще. У вас что есть? Может вы на налоговой инспекции работаете? Откуда нам деньги взять? Я не знаю на выборы. Ну ничего у нас не выйдет с вами ребят тогда с выборами. Мы даже подписи не наберем. Или наберем. там сроки сделаны такие, что если у вас денег мало, вы не успеете. А если будете поделать тюрьму? Это правильно. Чисто-чисто все прозрачно выбор. Смотрите, не нарушайте законы. Какой мы сделать должны вывод? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот этот вывод мы и делаем. И это подтверждается самым решительным образом. Какое бытие в рабовладельческом обществе? Какое сознание там? Бытие там рабовладельческое, а сознание следовательно тоже. Какие мысли господствуют? Рабов или рабовладельцев в рабовладельческом обществе? Смешно даже спрашивать. Ясное дело, что рабовладельцев никто вообще о мыслях рабов даже никто и разговор о них собирается вести. Правильно? А в сознании феодального общества? То, что у феодалов в головах феодальные мысли, то есть мысли, выражающие интересы феодального класса, это и так ясно. А вот если вы возьмете даже восстание Пугачева или восстание Радина, они что были против царя или за хорошего царя? За хорошего царя это какая мысль этой мысли феодальная? Хороший царь. Ничего тут такого нет против феодального, правда? То есть они не за новое общество, а за то же самое. Только царя бы сменили. Вот стал бы Ильян Пугачев царем. Ну и что? Изменилась бы. Сидумайте, сильно бы изменилась. Вот другое дело, что на закате феодального общества часть феодалов, дворян, она наиболее образованных и прогрессивных, которые смотрели вперед в развитии общества, они выступили против крепостного права, декабристы у нас. Это говорит о том, что когда берем отдельных членов класса, их индивидуальное бытие не определяет их сознание. Вот, допустим, вы дворянка, а вот выступаете за рабочий класс, а я вот, допустим, из рабочих, а выступаю за буржуазию. Может такое быть? Запросто. Вот Энгельс, какое его положение? Папочка у него был фабрикантом. Папочка умер, стал он фабрикантом. Он по своей позиции теоретически был идеологом рабочего класса, вырабатывал пролетарскую идеологию. Поэтому одно дело общественное бытие определяет общественное сознание. Это вовсе не значит, что ваше бытие определяет ваше сознание. Вот ваше сознание может определить то, что вы встретили хорошего человека, поговорили с ней, и это перевернуло вашу жизнь. Может такое быть? Бывает так и бывает. Поэтому в Тейсах Вербахе у Маркса написано, что человек есть продукт, обстоятельств и воспитание. Какие у вас были родители? Кто еще вас воспитывал? Воспитание у вас еще продолжается. Правильно? В этом смысле скажем, общение в университете, то же обстоятельства в вашей жизни. Каким станет человек? Это зависит от того, в каких обстоятельствах он воспитывается. Вот в связи с тем, что у нас молодежь увлекается тем, что она сидит в интернете, не так, что вы целенаправленно пытаетесь выработать себе цельное миросозерцание, а она смотрит, что ей дают. А дают в том числе и то, что хорошо, если вы прыгнете с 15-го этажа, то это будет красиво. И вот вчера было сообщение, что очередная парочка прыгнула, два человека с 15-го этажа и нас метр разбились, поскольку они насмотрелись тех фильмов, которые показывают. А фильмы, можно сказать, садистские идут в интернете сплошь и рядом. но есть такая страничка например тех, которые рассказывают, что будет, когда вы выпрыгнете. Когда вы выпрыгнете, там рассказывают, что во-первых, по дороге вы оторветесь, у вас оторвутся или руки, или ноги, когда будете мимо балкона пролетать. Это раз. Во-вторых, когда вы упадете, из вас вытечет мозг, и некоторые части от вас отлетят. И печенка, и середенка могут в разных местах быть. И если вы даже повеситесь у себя в ванной, то не думайте, что будет все чисто в ванной, а там всякие испражнения будут от повешенного. Поэтому это написали люди специально для информации тем, кто сегодня же это поэтизирует, так сказать, сделал селфи и прыгнул, чтобы вы не представляли, что по крайней мере те люди, которые будут убирать все осколки вашего тела, они будут чертахаться и добрым словом вспоминать не будут, даже родственники. Но это реальность нашей жизни, то есть кто-то же на них повлиял, или вот мы знаем эту девушку из Москвы, Московского университета, которая попала в духовные лапы террористов и которая выезжала, ее остановили, вернули, она поменяла свою фамилию на Иванову и опять поехала. Кончил дело, что пока ее заключили в СИЗО и будут ее судить, потому что она уже занималась организацией террористических групп. У нас была лаборантка на кафедре, когда я работал на кафедре экономики и права в ИПК нашем, которая изучала терроризм. Вот у нас кафедра нашей экономики и права, напротив кафедра истории, она там аспиранткой была, она работала у нас лаборанткой. Потом смотрю, она уже в платочке, хотя она была аспирантской стипендиат, президентской стипендиат в аспирантуре. У нее была стипендия, вообще у него написаны уже были статьи, а изучала она террор, который в России был. Ну, то есть историк уже изучает террор, какой был в России, деятельность соответствующих групп и так далее. Ну, и, короче говоря, пропала и, возможно, ее уже и нет. Так что это мы наблюдаем. Поэтому то, что относится к обществу, не следует напрямую относить к человеку. Человек не есть продукт просто своего бытия. Нельзя сказать, что то, что вы есть, то у вас и в голове есть. Нет, это никак не соответствует вот этому. То, что вы есть, есть результат, продукт, обстоятельств и воспитание всей вашей жизненной школы. И в эту жизненную школу входит все, в том числе и духовное влияние. Книжки, которые вы прочитали. Вот вы книжку прочитали и совсем по-другому стали смотреть на мир. Бывает такое? Может быть такое. А примитивные материалисты, не диалектические, они думают, ну, материя первична, сознание вторична. И этот тезис, который относится к материи в целом и сознанию в целом, они переносят на общественную жизнь и на индивидуальную жизнь. А это неверно. Ну, Ленин дворянином был. И, между прочим, Дзержинский был дворянином. Вот памятник дворянину Дзержинскому стоит на шпалерной у здания УФСБ, в стерлянной службы безопасности, пограничная служба-то. Калантай тоже была дворянка. Так что это вообще не редкость. Можно сказать, что, скажем, некоторые предприниматели, капиталисты, помогали рабочим. Например, Морозов помогал большевикам финансами. И если вы будете изучать декабрьское вооруженное восстание, вы узнаете, что хозяин мебельной фабрики вооружил рабочих, которые участвовали в вооруженном восстании. И через Максима Горького значительную сумму передал партии большевиков на поддержку организации восстания. Сам по себе он, по своему бытию, был кто? Фаври Кан. Капитализм. Вот это мы должны иметь в виду, чтобы мы не были с вами примитивными материалистами. Примитивными, так сказать, узколобами, которые буквально думают, что прямо все из материи так вытекает. А вот общественное бытие, да, оно определяет общественное сознание. Но раз бытие противоречиво, то в общественном сознании всегда есть и противоположные мысли, и мысли противоположного класса. И когда мы говорим, что господствуют мысли господствующего класса, это означает, что есть мысли и не господствующего класса. И они тоже присутствуют, и вытравить их, раз есть такой класс противоположный, то есть и противоположные мысли. И каждый отдельный индивид может встать либо на позиции, допустим, буржуазии, либо на позицию рабочего класса и, соответственно, действовать в обществе. А есть такие летуны, которые туда-сюда мечутся. То туда, то сюда, то это в этих интересах, вот в этих интересах. Вот Ленин говорил, что такие люди, их судьба незавидная, потому что у них, как говорится, стреляют с обоих сторон, потому что они ходят по баррикаде. Если вы тропинку проложили по баррикаде, то вас стреляют с обоих сторон. Никогда. Вы учите туда, решите для себя. Или за этот класс вы будете, или за этот. И кто не за один класс, тот за другой. Вот примерно так выглядит дело в истоке. На этом мы сегодня закончим занятие до следующего раза. Следующий раз будет у нас в среду. Мы с вами много-много еще будем встречаться. Позды до 25-го числа, а 16-го июня у нас с вами будет экзамен. Спасибо. 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 Спасибо.